Всем привет! Меня зовут Стасия Иванова и вы находитесь на канале бисероплетения. В сегодняшнем мастер-классе мы будем делать фигурку My Melody. Ребята, поддержите пожалуйста это видео, поставьте ему лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых видео. А что понадобится для того чтобы сделать эту классную My Melody, я покажу далее. В мастер-классе я буду использовать бисер номер 10 розового, желтого, белого и черного цвета, а также леску 0,22 миллиметра длиной 80 сантиметров. Леску лучше взять с запасом. Для того чтобы соединить две половинки фигурки нам понадобится 50 сантиметров лески, также пожалуйста возьмите леску с запасом. Ну что, я все рассказала, а теперь приступаем к мастер-классу. Вот она схема My Melody. Плетение начинаем с первого звена, с левого уха. В этом звене у нас 4 розовые бусины. Возьмите, пожалуйста, леску и наберите 4 розовые бусины. Вот они. Разделяем их на две части. Три бусинки отправляем в середину лески, а крайнюю бусинку переплетаем крест-накрест. Далее сравниваем концы лески между собой и затягиваем первое звено на середину лески. Вот так. Второе звено состоит из трех розовых бусин. На один конец лески наберите, пожалуйста, одну бусинку, а на второй конец лески две. Вот эти бусинки. Та леска, на которой одна бусинка, бусинку отправляем к плетению. На втором конце лески у нас две бусинки. Их разделяем между собой и крайнюю бусинку переплетаем крест-накрест. Сравниваем концы лески между собой и затягиваем второе звено к первому звену на середину лески. Третье звено состоит из трех розовых бусин. На один конец лески наберите, пожалуйста, одну розовую бусину, а на второй конец лески две. Вот так. Одиночную бусинку отправляем к плетению. На втором конце лески разделяем бусины и крайнюю бусинку переплетаем крест-накрест. Сравниваем концы лески между собой и подтягиваем третье звено к плетению. Четвертое звено состоит из двух белых и одной желтой бусины. На один конец лески наберите, пожалуйста, одну белую бусину. На второй конец лески одну белую и одну желтую. Вот так. Одиночную бусинку отправляем к плетению. На втором конце лески бусины разделяем и желтую бусинку переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Пятое звено состоит из двух белых и одной розовой бусины. В этом звене нужно сделать разворот плетения слева направо для того, чтобы продолжить плести. Для этого на один из концов лески набираем одну белую, одну розовую и одну белую бусины. Вот они. Далее разделяем бусинки между собой. Розовую и белую отправляем к плетению, а крайнюю белую бусинку переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Таким образом мы сделали разворот слева направо. Шестое звено состоит из трех розовых бусин. На один конец лески наберите, пожалуйста, одну розовую бусину. На второй конец лески две розовые бусины. Одиночную бусинку отправляем к плетению. На втором конце лески разделяем бусины между собой и крайнюю бусинку переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Вот так. Седьмое звено состоит из трех розовых бусин. На один конец лески наберите, пожалуйста, одну розовую бусину. На второй конец лески две розовые бусины. Вот так. Одиночную отправляем к плетению. Здесь крайнюю розовую переплетаем крест-накрест. Концы лески подтягиваем. Должно получиться вот так. Восьмое звено состоит из трех розовых бусин. В восьмом звене нам нужно развернуться в плетении наверх. На один из концов лески набираем три розовые бусины. Смотрим внимательно. Бусинки набираем на ту часть лески, которая выходит снизу. Разделяем их между собой и крайнюю розовую бусинку переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Если вы все сделали правильно, то леска должна выходить сверху из плетения. Девятое звено состоит из трех розовых бусин. На один конец лески наберите, пожалуйста, одну бусину, а на второй конец лески две. Вот они. Одиночную бусинку отправляем к плетению. Здесь две бусинки разделяем. Крайнюю переплетаем крест-накрест. Подтягиваем леску. Десятое звено состоит из трех розовых бусин. На один конец лески наберите, пожалуйста, одну розовую бусину, а на второй конец лески две. Вот они. Одиночную отправляем к плетению. Здесь бусинки разделяем между собой и крайнюю переплетаем крест-накрест. Подтягиваем леску. Одиннадцатое звено состоит из трех розовых бусин. На один конец лески наберите, пожалуйста, одну розовую бусину, а на второй конец лески две. Вот так. Одиночную отправляем к плетению. Здесь крайнюю бусинку переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Двенадцатое звено состоит из трех розовых бусин. На один из концов лески наберите, пожалуйста, три розовые бусины. Вот так. Что мы делаем дальше? Берем конец лески с той стороны, где у нас бусинки и пропускаем его по кругу через верхнюю бусинку одиннадцатого звена. Вот, посмотрите, я взяла леску с правой стороны и пропускаю ее слева направо через бусинку одиннадцатого звена. Подтягиваю концы лески. Так, что мы делаем дальше? Смотрите, вот наше двенадцатое звено. Справа и слева выходят концы лески. Возьмите, пожалуйста, леску с правой стороны и ее нужно спустить в самый низ к тринадцатому звену. Таким образом ее к концу мы проходим через правую боковую бусину одиннадцатого звена, перемычка между десятом и одиннадцатым звеном, далее левая боковая бусинка десятого звена, перемычка между девятым и десятым звеном, затем боковая правая бусина девятого звена, перемычка между восьмым и девятым, затем опускаемся вниз по левой боковой бусине восьмого звена и затем выпускаем эту леску на правую половинку через нижнюю бусинку восьмого звена. Сейчас я покажу вам, как это выглядит в плетении, то, что я нарисовала на схеме. Возьмите, пожалуйста, леску с правой стороны пропустите ее через боковую бусинку одиннадцатого ряда, подтяните леску, затем через связующую бусинку между десятым и одиннадцатым звездом справа налево, подтягиваю леску. Старайтесь подтягивать леску после каждого прошивания, это очень важно, тогда у вас плетение не разъедется со временем. Далее концом этой же лески проходим через левую боковую бусинку десятого звена сверху вниз, вытягиваем леску, затем через связующую бусинку девятого и десятого звена слева направо, вытягиваю леску, затем концом этой лески я прохожу через правую боковую бусинку сверху вниз девятого звена, затем связующую бусинку между восьмым и девятым звеном справа налево, подтягиваю, далее связующую бусинку между седьмым и восьмым звеном сверху вниз, вывожу конец этой лески через нижнюю бусинку слева направо в восьмое звено, подтягиваю леску, вот так должно получиться, теперь сравните пожалуйста ваше плетение с схемой, далее что мы делаем с леской, которая выходит из двенадцатого звена с левой стороны, мы пропускаем ее через боковую левую бусину одиннадцатого звена, снова проходим через перемычку, затем через правую боковую десятого, снова проходим через перемычку, затем через левую боковую бусинку девятого, потом перемычка между восьмым и девятым звеном, затем через правую боковую бусину восьмого, И в конце мы выводим леску с левой стороны внизу, вот здесь, через нижнюю бусину восьмого звена. Сейчас покажу, как это сделать. Мы опускаем нашу леску так же, как и до этого. То есть пропускаем через боковую бусинку одиннадцатого звена. Вытягиваю леску. Перемычка между десятым и одиннадцатым звеном слева направо. Не хочет слушаться меня леска. Так бывает, но ничего страшного. Вытягиваем конец лески. Затем пропускаем эту леску через боковую правую бусинку десятого звена сверху вниз. Вытягиваем. Продолжаем. Пропускаем леску через перемычку между девятым и десятым звеном. Подтягиваем леску. Старайтесь подтягивать леску как можно крепче. Так. Через левую боковую бусину девятого звена пропускаем леску сверху вниз. Вытягиваем. Далее перемычка между восьмым и девятым звеном слева направо. Вот так. Подтягиваем леску. Далее пропускаем через правую боковую бусинку сверху вниз. Подтягиваем леску. И через самую нижнюю бусинку восьмого звена справа налево. Подтягиваю леску. Таким образом мы спустились по плетению вниз. Далее плетем тринадцатое звено. Берем леску с левой стороны и набираем на нее одну розовую, одну белую и одну розовую бусины. В этом звене нам нужно развернуться в правую сторону для того, чтобы сплести четырнадцатое звено. Разделяем бусинки между собой и крайнюю розовую бусину переплетаем. Подтягиваем концы лески. Четырнадцатое звено состоит из трех розовых бусин. На один из концов лески мы набираем три розовые бусины. Я набрала бусинки на леску, которая выходит сверху из тринадцатого звена. Далее концом этой же лески я прохожу через правую боковую бусинку тринадцатого звена снизу вверх. Подтягиваю леску. Далее нам нужно вывести оба конца лески в левую сторону с четырнадцатого звена к пятнадцатому. Для этого берем леску, которая находится снизу, с нижней части выходит и пропускаем ее через нижнюю бусинку тринадцатого звена, затем через связующую бусинку или левую боковую бусинку тринадцатого звена. То же самое, только в обратную сторону делаем с леской, которая выходит сверху. Мы ее пропускаем вот так. На схеме уже много стрелочек, поэтому будьте внимательны. Смотрите, что я делаю в самом плетении. Тут будет более понятно. Вот леска, выходящая с верхней части. Возьмите ее, пожалуйста, и пропустите в верхнюю бусинку тринадцатого звена справа налево. Вот таким образом. Далее вытягиваем этот конец лески на левую сторону. Затем продолжаем лести, пропускаем его через левую боковую бусинку сверху вниз через тринадцатое звено. Вот мы вывели один конец лески. Затем берем второй конец лески, выходящий с нижней части. Пропускаем его через белую бусину нижнюю в тринадцатое звено справа налево. Подтягиваем леску. Затем концом этой же лески проходим через левую боковую бусинку тринадцатого звена снизу вверх. И вытягиваем конец лески. Оба конца лески подтянули. Посмотрите, как должно получиться. Далее возьмите, пожалуйста, леску, которая выходит сверху. Вот она. И пропустите ее в нижнюю бусинку седьмого звена справа налево. И вытягиваем леску. Должно получиться вот так. Как это выглядит на схеме. Вот леска, которая выходит с верхней части. Мы пропустили через розовую бусинку седьмого звена. Далее возьмите, пожалуйста, леску, выходящую с нижней части и наберите на нее пятнадцатое звено. Две белые бусины. Разделяем эти бусины между собой. Крайнюю белую бусинку переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Далее возьмите, пожалуйста, конец лески, выходящий с верхней части. И пропустите его в нижнюю бусинку с шестого звена справа налево. Подтягиваем леску. На схеме это выглядит вот так. Далее возьмите леску, выходящую снизу и наберите на нее одну белую и одну розовую бусины. Разделяем бусинки. Розовую бусинку переплетаем крест-накрест. Подтягиваем леску. Возьмите, пожалуйста, леску, выходящую с верхней части и пропустите ее в нижнюю розовую бусинку пятого звена справа налево. Вытягиваем леску. Далее возьмите леску с нижней части и наберите одну белую и одну розовую бусины. Плетем семнадцатое звено. Разделяем бусинки. Розовые переплетаем крест-накрест. Подтягиваем лески. Восемнадцатое звено состоит из трех розовых бусин. На верхнюю леску наберите, пожалуйста, три розовые бусины. В этом звене нужно сделать разворот плетения сверху вниз. Затем разделите бусинки между собой. Крайнюю розовую переплетаем. Подтягиваем концы лески. Если вы все сделали правильно, то леска должна выходить из нижней бусинки. Девятнадцатое звено состоит из одной розовой и двух белых. В этом звене нужно сделать разворот слева направо, чтобы продолжить плетение. Для этого на левую половину лески набираем одну розовую и две белые. Разделяем бусинки на две части и крайнюю белую переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески как можно крепче, чтобы оба крестика у нас сошлись. Посмотрите внимательно, как это выглядит. Далее возьмите, пожалуйста, леску с верхней части и пропустите ее в нижнюю бусинку семнадцатого звена слева направо. Вытягиваем леску. Вот так. Двадцатое звено. Только что мы пропустили леску через семнадцатое звено. Для того, чтобы завершить плетение двадцатого звена, наберите, пожалуйста, на нижнюю леску одну черную и одну белую бусины. Разделяем бусинки и белую бусинку переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Далее возьмите, пожалуйста, леску, выходящую с верхней части и пропустите ее в нижнюю бусинку шестнадцатого звена слева направо. Подтягиваем. Двадцать первое звено. Возьмите леску с нижней части, наберите, пожалуйста, две белые бусины. Разделяем крайнюю белую, переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Далее берем леску с верхней части и пропускаем ее в белую бусинку пятнадцатого звена. Вот в эту. Слева направо. Подтягиваем леску. Вот так это выглядит. Двадцать второе звено мы только что пропустили леску через нижнюю бусинку пятнадцатого. На второй конец лески набираем две белые бусины. Разделяем. Крайнюю белую переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Возьмите, пожалуйста, леску, которая выходит сверху. Пропустите ее через нижнюю бусину тринадцатого звена. Подтягиваем. Двадцать третье звено. Верхнюю леску мы проплели. На нижнюю леску набираем одну черную и одну белую бусины. Черную отправляем к плетению, белую переплетаем крест-накрест. Подтягиваем лески. Далее, возьмите, пожалуйста, леску, выходящую сверху. Пропустите ее через нижнюю бусинку четырнадцатого звена. Слева направо. Вытягиваем конец лески. На схеме это выглядит вот так. Двадцать четвертое звено состоит из розовой и белой. На верхний конец лески наберите одну розовую и одну белую бусины. В двадцать четвертом звене нам нужно сделать разворот сверху вниз к двадцать пятому звену. Разделяем бусины. Белую переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Вот так. Двадцать пятое звено состоит из одной розовой и двух белых бусин. На правую часть лески наберите, пожалуйста, одну розовую и две белых. Двадцать пятое звено участвует в развороте плетения справа налево. Разделяем бусинки на две части. Крайнюю белую переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. И посмотрите внимательно. У меня получился разворот справа налево. У вас должно получиться точно так же. Возьмите, пожалуйста, леску, выходящую сверху, и пропустите ее в черную бусинку справа налево. Нижняя бусинка двадцать третьего звена. Подтягиваю леску. Вот так. Двадцать шестое звено. Мы пропустили леску через черную бусинку. Возьмите, пожалуйста, нижнюю часть лески. Пропустите ее через две белые бусинки. Разделяем бусины. Крайнюю белую переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Возьмите, пожалуйста, леску, выходящую сверху, и пропустите ее конец в белую нижнюю бусинку двадцать второго ряда справа налево. Так. Вот таким образом. Двадцать седьмое звено. На нижнюю часть лески наберите, пожалуйста, одну белую, одну желтую бусины. Желтую бусинку переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Возьмите, пожалуйста, леску, выходящую сверху, и пропустите ее в белую бусинку двадцать первого звена справа налево. Вот так. Подтягиваю леску. На схеме это выглядит следующим образом. На нижнюю часть лески набираем двадцать восьмое звено. Она состоит из двух белых бусин. Так. Крайнюю белую переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Возьмите, пожалуйста, леску с верхней части. Пропустите, пожалуйста, конец этой лески через черную бусинку двадцатого звена справа налево. Вытягиваем леску. На схеме это выглядит следующим образом. Двадцать девятое звено. Возьмите, пожалуйста, леску с нижней части и наберите две белые бусины. Разделяем бусины. Крайнюю белую переплетаем крест-накрест. Подтягиваем. Далее, возьмите, пожалуйста, леску, выходящую сверху из плетения и пропустите ее справа налево через нижнюю бусинку девятнадцатого звена. Вытягиваем леску. Далее притем тридцатое звено. На этот же конец лески набираем одну розовую, одну белую бусины. Так. Далее. Берем эту же леску, на которую мы набрали бусины и пропускаем ее снизу вверх через левую боковую бусинку двадцать девятого звена. Затем, держим плетение пальцами, подтягиваем конец лески. Вот так должно получиться. Далее нам необходимо сделать разворот с тридцатого звена к тридцать первому. Вот наши лески, которые выходят сверху и снизу. Верхнюю часть лески пропускаем по кругу через двадцать девятое звено. А нижнюю часть лески через нижнюю бусинку двадцать девятого звена. Таким образом мы развернем наше плетение вниз. Как это выглядит в плетении? Вот нижняя леска, вот верхняя. Берем конец верхней лески и пропускаем его через черную бусинку двадцать девятого звена. Вытягиваем леску слева направо. Затем пропускаем конец этой же лески сверху вниз через правую бусинку двадцать девятого звена. Подтягиваем. И концом этой же лески проходим справа налево через нижнюю бусинку двадцать девятого звена. Вот так. Далее подтягиваем леску. Одну сделали уже. Берем нижнюю часть лески и пропускаем ее также через белую бусинку, только уже слева направо через двадцать девятое звено. Так. Вытягиваем леску. Таким образом подтягиваем обе лесочки и посмотрите, как получается. Мы спустились вниз. Оба конца лески внизу. Теперь тридцать первое звено является поворотным слева направо к тридцать второму. Для этого на левый конец лески наберите одну белую, одну розовую и одну белую бусины. Разделяем бусинки между собой. Крайнюю белую переплетаем крест-накрест. Подтягиваем лески. Возьмите, пожалуйста, леску, выходящую с верхней части и пропустите ее через двадцать восьмое звено, через нижнюю бусину. Слева направо. Вытягиваем. Вот так. Тридцать второе звено. Возьмите леску с нижней части, наберите одну белую и одну черную бусины. Черную бусинку переплетаем крест-накрест. Подтягиваем леску. Берем леску с верхней части и пропускаем ее в нижнюю бусинку двадцать седьмого звена слева направо. Вытягиваем на противоположную сторону. Вот так. Вот что мы сделали на схеме. Далее на нижнюю часть лески набираем тридцать третье звено. Оно состоит из двух белых бусин. Крайнюю белую бусинку переплетаем крест-накрест. Подтягиваем лески. Далее возьмите, пожалуйста, леску с верхней части и пропустите ее через двадцать шестое звено слева направо. Вытягиваем леску. Вот что мы сделали. Тридцать четвертое звено является поворотным. Нам нужно развернуть плетение сверху вниз. Для этого на правый конец проволоки наберите одну белую и одну розовую бусины. Разделяем бусины. Розовую переплетаем. Подтягиваем концы лески. Посмотрите, какая она милая получается. Мне так нравится. И вот мы приступаем к плетению последнего нижнего ряда. Тридцать пятое звено состоит из трех розовых бусин. На правую часть лески наберите три розовые бусинки. В тридцать пятом звене мы будем делать разворот справа налево по ряду, чтобы закончить плетение. Разделяем бусинки между собой и крайнюю розовую переплетаем крест-накрест. Подтягиваем леску. Возьмите, пожалуйста, леску с верхней части и пропустите ее справа налево через тридцать третье звено в белую бусинку. Вытягиваем леску. Тридцать шестое звено. На нижнюю часть лески наберите две белые бусины. Крайнюю белую бусину переплетаем крест-накрест. Подтягиваем леску. Возьмите, пожалуйста, леску с верхней части и снова пропускаем ее через нижнюю бусинку тридцать второго ряда справа налево. Подтягиваем. Тридцать седьмое звено. На нижнюю часть лески набираем одну белую и одну розовую бусины. Розовую бусинку переплетаем крест-накрест. Подтягиваем концы лески. Возьмите, пожалуйста, леску с верхней части и пропустите ее через тридцать первое звено через розовую бусинку справа налево. Вытягиваем леску. Тридцать восьмое звено. На нижнюю часть лески наберите две розовые бусинки и будем завершать плетение. Вот они. Теперь нам нужно завязать узелки. Для этого берем правую и левую лески, делаем один оборот, завязываем первый узелок. Подтягиваем леску. Затем еще один оборот. Второй узелок. Подтягиваем леску. И затем делаем третий оборот. Третий узелок. Подтягиваем леску. Вот так у нас с вами получилось. Теперь можно поступить двумя способами. Первый способ это мы просто коротко обрезаем концы лески и все. А второй способ это отступаем от узелка примерно 3 миллиметра и отрезаем леску. Далее нам нужно запаять концы лески для того, чтобы узелок не развязался. Аккуратно подносим огонек к концу наших лесочек и подпаиваем. Ну что, ребята, теперь делаем еще одну такую же заготовку нашей мелоди. Далее я покажу, как шить обе части, чтобы получилась объемная фигурка. Вот две заготовочки одинаковые. Накладываем одну на другую. Смотрим. Рисунки совпадают. Для того, чтобы шить обе половинки нам понадобится леска длиной 50 сантиметров. Вот она. Я беру черную, чтобы было видно, что я делаю. И смотрите внимательно. Сшивать мы начинаем с правого верхнего уха. Будем проходить по швам сверху вниз, потом через голову и вот так по кругу. Пока не замкнем все. Так. Берем леску. Вы набираете для начала одну розовую бусинку на любой из концов лески. А я буду набирать черные бусинки, чтобы вам было видно, как я сшиваю шов. Вот она бусинка. Я ее отправляю в середину лески. Беру первую половинку фигурки и любым концом лески прохожу насквозь через самую верхнюю бусинку. Справа налево. Далее беру второй конец лески и прохожу через ту же самую верхнюю бусинку. Справа налево. Далее, чтобы вам показать, как это выглядит, я просто подтяну немножко леску. И смотрите, что мы делаем дальше. На любой из концов лески набираем одну розовую бусинку. Переплетаем ее крест-накрест. Сравниваем концы лески между собой. Это очень важно. И подтягиваем эту бусинку к нашему плетению. Затягиваю концы лески. Посмотрите, как получается сверху. Далее я разворачиваю нашу мелоди и беру леску с правой стороны и пропускаю ее в следующие розовые бусинки. Смотрите, вот первая половинка, вот вторая. Вот из первой половинки с крестик, да, выходит боковая бусинка. И там тоже все симметрично. Нам нужно правым концом лески пройти в правую бусинку боковую. Вот так. Затем леску подтягиваем. Берем левую леску. Делаем то же самое. Пропускаем леску сверху вниз через боковую бусинку. Вытягиваем конец лески. Подтягиваем оба конца. Затем на любой из концов лески набираем еще одну розовую бусинку. Переплетаем ее крест-накрест. И подтягиваем к плетению. Вот так. Посмотрите, как получается. Далее возьмите, пожалуйста, леску с правой половины. Придерживаем фигурку пальцами. Я вот сейчас немножко ушки загну, чтобы было понятней. Так. И концом этой лески проходим через боковую бусинку. Сверху вниз. Вытягиваем леску. Далее берем леску с левой стороны. Делаем то же самое. Сверху вниз. Пропускаем ее через боковую бусину. Вытягиваем. Вот так. Далее по логике нам нужно набрать одну розовую бусинку и снова ее переплести. Подтягиваем концы лески и укладываем бусинку. Далее смотрите, вот правая бусинка, вот левая. Правая леска в правую бусинку, левая в левую, сверху вниз. И далее просто проплетаем все по боковому шву. Создаем такие крестики от самого начала до самого конца. До последней переплетенной бусинки. Сейчас я сделаю это и покажу, как я уложила рисунок. Итак, посмотрите, я все сплела. Вот так выглядит рисунок внутри. И остался последний крестик. Вот он. Я набираю одну розовую бусинку. Переплетаю крест-накрест. Подтягиваю. Вот так. Далее нужно завершить плетение. Для этого берем леску с любой стороны. Я беру с левой. И пропускаем ее по кругу через крестик. Снизу вверх через боковую бусину. Затем слева направо через верхнюю. И затем концом лески проходим через боковую правую бусинку. Вот так. Вытягиваю леску на одну сторону. И вот смотрите, оба конца лески у нас на одной стороне. Теперь завязываем три узелка и запаиваем концы лески. И вот такая милая фигурка My Melody у меня получилась. Теперь можно сделать чокер. Тогда просто прошиваем через ушки наше украшение. Или можно сделать колечко. Тогда добавочную леску вставляем в этот крестик и плетем ремешок крестиком. Так же, как я делала у Роми. Ребята, если вам понравился мастер-класс, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых видео. А с вами была Стасия Иванова. Творческих успехов вам и вдохновения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok